В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 27 рублей за проезд на автобусе. Депутаты продолжают обсуждать вопрос о повышении тарифов. Судьи факта, в нашем городе началось рассмотрение первого дела с участием присяжных заседателей. Определились победители первых игр в рамках Кубка города по волейболу. Далее расскажем обо всем подробно. Увеличить цену за проезды 27 рублей с таким проектом администрация вышла к народным избранникам на прошлом заседании Думского комитета. Тогда специалисты Департамента экономического развития ответили на интересующие депутатов вопросы с финансовой точки зрения. В этот раз депутаты вновь продолжили обсуждать проект повышения тарифов и привлекли к этому жителей города. 27 вместо 18. Столь резкое повышение цен на проезд может и выгодно для бюджета города, но не для жителей. Чтобы разобраться с этим вопросом, народные избранники решили пригласить на заседание комитета тех, кто чаще всего пользуется автобусами, представители ветеранских движений и выслушали их мнение. Где бы я ни обсуждал, так и как и вы. Тариф будет повыше. Это мы проходили не раз и не нужно играть в игрушки. Хотим мы, не хотим. Тариф будет повышен. Ухудшают положение те, кто получает действительно меньше или чуть побольше, 2800. Это подрывает авторитет нашей администрации, которая и так-то не имеет особого авторитета. Ветераны города напомнили присутствующим, что в этом году Саровчан может ожидать и повышения тарифов на услуги ЖКХ. К тому же некоторые категории пенсионеров уже лишились части льгот. Повышение цен на проезд в автобусе может сильно ударить по кошелькам бабушек и дедушек. Чтобы этого не произошло, представители ветеранских организаций пришли к народным избранникам с конкретным предложением. Тарифы я даже не хочу обсуждать. Вы на Думе единогласно проголосуете и нет вопроса. Администрация, что проголосует, зато будет голосовать. Я ставлю вопрос еще раз о социальной защите нерабочих пенсионеров. Обеспечить при повышении тарифов всем нерабочим пенсионерам бесплатный проезд в городе. Увеличение тарифа на муниципальных маршрутах может повлечь за собой и рост стоимости у частных перевозчиков. И прежде чем говорить о повышении цен, следует обратить внимание на качество перевозок и пересмотреть маршрутную сеть МУП Горфтотранса, считают ветераны. Нужно это 40 минут. Подмосферки тоже. Ни надписи, какой это автобус, прочее. Сейчас говорят на сайте, там есть все расписания. С сайтом должен ходить. Ни на одной остановке ничего не написано. Безобразная организация. Автобус ходит, как из грязи вылезет. Грязные. Все какие-то обшарпанные. Обсуждение этого вопроса вновь решили продолжить. И на следующее заседание пригласить представителей администрации и МУП Горфтотранса, чтобы получить у них ответы на все интересующие вопросы. Летом этого года в городском суде заработала коллегия присяжных заседателей. По ходатайству одной из сторон защиты или обвинений присяжные будут рассматривать некоторые категории особо тяжких уголовных преступлений. Такие, как умышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и другие. В конце сентября в суде началось рассмотрение первого дела с участием присяжных заседателей. Подробности далее. Летом прошлого года по городу прокатилась шокирующая информация о двойном убийстве в одном из домов по улице Привокзальной. Тогда пятеро соровчан избили мужчину и женщину, а прибывшие на место медики лишь констатировали смерть жильцов квартиры. В отношении группы мужчин возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса. То есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А также разбой, нападение в цели хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, повлекшее по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших. Обвиняемые предстали на скамье подсудимых уже в сентябре этого года. Это первое дело в Саровском суде, которое рассматривается с участием присяжных заседателей. По закону в уголовном процессе с участием присяжных профессиональный судья решает юридические вопросы, такие как назначение наказания, возмещение ущерба и иные. Присяжные или по-другому судьи факты решают вопрос о доказанности деяния, виновности подсудимых. И заслуживают ли они снисхождение, если вина все-таки будет доказана. Вердикт присяжные выносят без объяснений. Юридической ответственности за него они не несут. Его может отменить суд апелляционной инстанции, лишь только по мотивам нарушения процедуры вынесения вердикта. В основной состав коллегии присяжных входит шесть человек. Перед началом работы судьи факта обязаны принять присягу. На них запрещено оказывать воздействие. Присяжному нельзя вести собственное расследование. Всю информацию по делу они могут получать только в стенах зала судебных заседаний. После того, как стороны предъявят свои доказательства, сторона защиты, сторона обвинения, будут допрошены обвиняемые в судебном заседании. После того, как стороны выступят с прениями, суд выступит с напутственным словом перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату, ими будет постановлен вердикт. То есть вердиктов может быть два. Это обвинительный, оправдательный вердикт. Вердикт присяжных определяет дальнейший ход дела. После его оглашения все юридические вопросы, в том числе и о назначении наказания, решает судья. В городском архиве продолжается акция по приему от населения документов, представляющих историческую ценность. Специалисты готовы обеспечить сохранность писем, свидетельств, аудио- или видеоматериалов о деятельности выдающихся людей, знаковых событиях или памятных датах. Начало этого года ценные свидетельства в фонд передали уже 14 горожан. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Часть домов по улице Маяковского временно обесточит. Как сообщает Саровская электросетевая компания, в среду 18 октября специалисты будут проводить ремонтные работы, для чего им потребуется отключить электричество. Света не будет с 8.30 до 15.00 часов в несчетных домах с 35.00 по 57.00. Стадион 16-й школы отремонтируют до 1 августа следующего года. Как следует из документации, опубликованные на сайте госзакопок, на капитальный ремонт планируют потратить около 36 миллионов рублей. Подрядчик сделает беговые дорожки. Два сектора для прыжков в длину, спортивную площадку для волейбола, универсальную спортивную площадку для бадминтона и тенниса, тренажерную площадку, а также поле для мини-футбола. Футбольный клуб Саров заработал победные три очка. Наша команда в гостях разгромила Павловская торпеда, покинув поле при счете 3-0 в свою пользу. Мечи забили Петр Котенков, Денис Курушин и Кирилл Алипов. В субботу 20 октября на стадионе ИКА состоится заключительная домашняя игра в рамках чемпионата области. Футбольный клуб Саров примет одну из сильнейших команд региона «Волной» и «Скивернино». Начало матча в 14 часов. Рядом с музеем авто-мототехники торгового парка АСС появилась якорная мина и якорь с корабля атомной подводной лодки. Два этих уникальных экспоната в наш город привезли из Подмосковья и севера Двинска. Мина весит более 600 килограммов, якорь – порядка двух тонн. Увидеть новые экспонаты саровчане могут благодаря активистам общественной организации ветеранов военно-морского флота. Якорная гальвано-ударная мина поступила на вооружение российского флота в 1908 году. Спустя 30 лет ее модернизировали. В годы войны взрывное устройство успешно применяли для поражения подводных лодок, кораблей и судов противника. Сегодня мину этого образца уже не используют, но у саровчан есть уникальная возможность увидеть ее собственными глазами. Эту мину мы достали даже не просто у моряков, а у морских связистов, которые базируются в Подмосковье. У них были интересные предметы, такие как мины, якорь, которые остались по наследству. Мы не прошли это стороной, поэтому я с удовольствием попросил, сказал, что зачем вам две мины, не могли бы вы нам одну подарить. Еще одним уникальным экспонатом музея стал якорь с атомной подводной лодки 661-го проекта «Анчар». В народе ее называют «золотой рыбкой». Это первая и самая дорогая подводная лодка 60-х годов XX века, изготовленная из титана. В 1969 году ее спустили на воду, и в 1971 году она прибыла на Северный флот для прохождения службы. И в это время, 18 декабря, был установлен мировой рекорд по скорости подводного положения. То есть лодка погрузилась в глубину 100 метров, и на 100% мощности реактора лодка развила скорость 44,83 узла. В 2008 году лодку разобрали по частям. На протяжении 10 лет якорь находился в Северодвинске, а уже сегодня он часть Саровского музея военно-морского флота. Увидеть уникальные экспонаты саровчане могут рядом с музеем автомототехники торгового парка СС на Димитрово. Известный саровский поэт и прозаик Павел Тужилкин приглашает саровчан на юбилейный вечер. 19 октября в 5 часов вечера в детской школе искусств номер 2 пройдет презентация нового сборника стихов Павла Владимировича. Также на юбилейном вечере педагоги школы исполнят песни на стихи автора. Подробности далее. На столе сценарий и ручка. Ирина Оськина и Павел Тужилкин вносят последние правки в план юбилейного вечера. На праздничном вечере зрителям будет представлена новая книга Павла Тужилкина «За окулицей». Стихи и рассказы нового сборника посвящены деревне, сельским жителям и природе. Она получилась спонтанно, хотя практически я писал ее всю жизнь, потому что сюда вошли не только стихи, которые я специально писал для этой книги, но и все, которые написаны в прошлые годы. Детская школа искусств номер 2 как творческая площадка для встречи с писателем выбрана не случайно. Более 10 лет поэта, педагогов и воспитанников связывают дружбу и взаимное сотрудничество. На стихи Павла Тужилкина преподаватель фольклорного отделения Ирина Оськина написала несколько песен. Его творчество, его стихи – это настоящая, реальная наша жизнь, наши чувства, наше окружение, природа, отношения человеческие. Чтение стихов авторам русские народные песни в исполнении ансамбля «Горница» и педагогов детской школы искусств номер 2. Юбилейный вечер по задумке организаторов должен подарить гостям атмосферу тепла и уюта. Начало в 17.00, вход свободный. В Сарове зажглись новые имена юных талантов. Воспитанницы детской музыкальной школы имени Балакирева Дарья Светличная, Екатерина Староверова и Дарья Синицкая стали победителями отборочного тура Всероссийского конкурса фестиваля «Новые имена». Жюри оценивало профессиональный уровень и сложность исполнения, а также индивидуальность юных музыкантов. Легкие игривые звуки флейты очаровывают и заставляют повесить волшебство, считает Дарья Светличная. Вальсбурлеска Вильгельма Попа раскрывает всю красоту звучания этого старинного музыкального инструмента. Именно он и принес Дарье Светличной победу в конкурсе «Новые имена». Там есть и мелодические части, где можно показать красоту звука, и виртуозные, где можно показать технику. Дарья Синицкая, исполняя конкурсную композицию Феликса Боровского «Поклонение», словно слушает рассказ скрипки о переживаниях и сомнениях главных героев этой музыкальной истории. Успешное выступление на престижном конкурсе стало еще одной ступенью в виртуозном владении инструментом. С раннего детства меня приводили в детскую музыкальную школу, и я увидела, как маленькие дети играют на инструменте скрипка, и она мне понравилась своим тембром и мелодичным звучанием. У Кати Страверовой музыкальный инструмент более современный. Девочка впервые выступала на фестивале «Новые имена». Она успешно прошла отборчные этапы и вышла в финал. На конкурсе она исполняла арию на саксофоне. Это произведение похоже на молитву. Оно очень мелодичное. Воспитанники музыкальной школы традиционно участвуют в фестивалях различного уровня. Конкурс «Новые имена» дает возможность для творческого роста юных талантов. Преподаватели и ученицы выбрали для участия композиции, которые показали весь спектр их возможностей. Подобрали более выигрышные произведения, которые показывают и техничную сторону. Ребенок может себя показать с технической стороны и с стороны кантилены. Показать свою музыкальность, выразительность, звучание инструмента. Награждение финалистов состоится на голоконцерте 10 ноября. Все участники получат памятные подарки и дипломы. Победители будут отмечены стипендиями и поощрительными премиями от правительства Нижегородской области. В Сарове стартовал открытый Кубок города по волейболу. В нем принимают участие 15 команд из Сарова, Девеева и Вознесенского. В этом году турнир будет проходить по классической кубковой системе. В первые игровые выходные в спортивном зале стадиона «Икар» встретились команды педагогов города и сотрудников в НИЭФ. Затем, как проходила встреча, наблюдала наша съемочная группа. Травма одного из игроков команды департамента образования в самом начале первого игрового отрезка задала тон всей встречи. Учителям пришлось принять роль догоняющих. Как признался капитан команды Олег Андреевичков, проигрыш не позволит им дальше бороться за кубок. Но со своими соперниками они уже не один раз встречались и даже выигрывали у них. Поэтому шансы на победу есть. Они тоже знают нас достаточно хорошо и знают, как с нами бороться. Силы равные по большому счету. Кто будет более умелым. Профессиональных спортсменов нет и в команде «Старт». Ее костяк составляют работники завода в НИЭФ. Волейболом занимаются в свободное время. Правда, многолетний опыт и сыгранность команды позволяет им успешно выступать уже не первый год. На этом турнире мужчины поставили себе цель попасть с призеры. Если честно, мы держимся в середине. Ну, планы в троечке быть. Я не говорю пока про первое место. Может быть, на первое место еще команда не готова. Но в тройке, я думаю, должно быть. По регламенту соревнования победителем в матче будет та команда, у которой будет три победы из пяти партий. Игра у «Старта» задалась. Первые два игровых отрезка успешно выиграны. Но дальше команда департамента образования начала действовать более активно. Правда, к такому повороту событий заводчане были готовы. Мы тренируемся же все вместе. Залов не слишком много, чтобы наигрывать секреты, скажем так. Поэтому все друг про друга все знают. Уступив в двух партиях, команда «Старт» в последнем игровом отрезке все же смогла проявить все свое мастерство и одолеть преподавателей физкультуры. 3-2 и «Старт» продолжает свое движение к кубку. Смогут ли они подняться на первое место, узнаем совсем скоро. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей.